Высокие стебли в рост человека усыпаны разноцветными крупными чашечками. Цветет штокроза, которую называют просто мальвой. Мальва – изюминка Анапы. В последние годы цветок был вытеснен более модными растениями. Однако снова все чаще можно встретить высокие стебли у домов анапчан. На прилегающей территории к дому Тамары Щедарьян, например. Они такие неприхотливые. Вот мы их первый раз посеяли. Первый год, когда мы посеяли их, они просто росли. Они не цвели. А после, вот сейчас, они цветут, семена у них падают, и они сами по новой растут. Мальва действительно неприхотливая и весьма декоративна. А еще она обладает лекарственными свойствами. Многие знают ее также под названием просвирник или калачики за форму плодов, расположенных в пазухах листьев. Я выхожу, мне самой нравится. Самой нравится, что красиво. И еще раз призываю всех анапчан ухаживать за газонами, сеять. В результате у нас будет красивая анапа. Самый известный вид мальвы – мальва розовая. Достигает она двух метров в высоту. Цветет с июня по сентябрь. Растет такая и по улице Владимирской у дома анапчанки Ирины Марковой. Он многолетний. Я его просто не трогаю, чтобы вот так столб загораживало. Специально посадили его туда. И мы его не трогаем. Только обрезаем его, корни остаются у нас. Ирина очень любит цветы. Уже 12 лет занимается цветоводством. Несколько лет назад начала коллекционировать кактусы. В ее коллекции уже более ста разновидностей. Хоть и говорят в народе, что кактусы нельзя дома хранить, потому что много кактусов, типа легенды, существует, что плохо живете. Все это ерунда. Все нормально у нас. Все мы живем, за кактусами ухаживаем, они растут и процветают. Уютный, гостеприимный, много цветов, зелени. Все это про город-курорт. Жители любят Анапу и стараются ухаживать за каждой улочкой. А про мальву часто спрашивают гости курорта, что за цветы. Когда-то у каждой беленой хаты росли такие. Сегодня они вновь современные и актуальные.